Телепроект «Мировая рыбалка» продолжает свое путешествие по Сейшельским островам, одному из богатейших рыболовных мест в мире. Хорошую рыбалку от «очень хорошей» отличает только количество и разнообразие пойманных экземпляров. В этом смысле Сейшелы – настоящий клондайк. Здесь можно поймать рыбу ваху, парусника, дорадо, различные виды тунца, увидеть барракут и акул. И, пожалуй, главным трофеем здешних вод является гигантский марлин, за которым сюда приезжают любители и профессионалы со всего мира. В богатстве местной морской фауны мы воочию смогли убедиться в первый день нашего пребывания здесь. Это еще больше разожгло наш рыболовный пыл и азарт. Исследуя зову бескрайнего океана, мы отправились к острову Серв. Это первая рыба у нас сегодня с утра. Селфиш, вы можете посмотреть. Вот это удача. Рыба еще не устала, поэтому очень около лодки выписывают кардебалеты. Но села хорошо. Рыба не устала, боремся. Продолжаем. Утренняя поклевка шикарная. Посмотрите, какая рыба красивая. Рыба шикарная. Лово, посмотри, пожалуйста, я тебя поздравляю. Прекрасная рыба. Поздравляем Володю. Отличное утро, первый день рыбалки. Можно сказать, первые полчаса. Сейчас мы эту рыбу будем отпускать, так как это красивая рыба и ей еще расти-расти. Давай, Бур. Добрый. С той стороны. Давай, бери закус. Сейчас рыбу немножко откачаем, дадим чуть-чуть вперед газ, чтобы в жабры зашел воздух и отпустим. Продолжаем рыбалку вперед. Еще много-много времени, я думаю, мы вам покажем еще рыбу. Добрый день. Вы смотрите программу «Мировая рыбалка». Мы находимся на Атоле Провиденс, остров Сёрф. Сегодня первый день нашей рыбалки и уже есть успехи. Ловим в основном в кастинг, используем разные приманки. Поперы, слайдеры, тонущие слайдеры. Надеемся на успех. Ну, успех, как вы видели, уже был. И хочу представить нашу команду. У нас в команде сегодня Лариса, Константин и Володя. Володя у нас сегодня самый успешный человек, который поймал Сэлфиша и наш старший гид Синду. Продолжаем рыбалку. Сейчас пока утро, и мы используем глубины 35-60 метров. Идем вдоль свала, так как утром можно встретить хороший трофей крупного доктуза, елафина, сэлфиша. Ну, за этим мы сюда и приехали. Чуть попозже мы уйдем на более мелкую воду, где будем как бы стараться ловить житий, потому как там житий больше. Вот. Сейчас, пока утро, будем ловить что-нибудь такое пилогическое, из пилогических рыб. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Даже не хотим уходить сейчас на мелкую воду, пока еще будем искать места здесь. Лидирует в нашей группе Лариса, она уже поймала 4 группера. Ловит, использует инчику, джигу. Инчика 200 грамм, джиг 250. Вот, ну, пока лидер у нас женщина на нашем корабле, как, в принципе, бывает часто. Так, мы опять перемещаемся на новое место, это недалеко, то есть мы постоянно берем где-то такие вот расстояния, 300-500 метров. Вот, сейчас по рации нам сообщили наш соседний бот, они тоже, у них была поклевка self-vision, но, к сожалению, он размотал и оторвал леску. Скорее всего, это произошло, что self-vision пошел сильно вперед и смог каким-то образом вместо шок-лидера намотать шнур на нос. Это бывает часто, в этом случае разрыв неизбежен. Особенно это бывает часто, когда вы ловите на джигинг, и у вас попадается self-fish именно снизу. Вот, он резко уходит вверх, и бывает не успеваешь вымотать леску, он касается вашего шнура, вот, ну и происходит как бы обрыв лески. Мы меняем позиции, идем по эхолоту, снова мы выходим на глубину 30 метров, и после этого нас будут сносить по свалу, там, метров 60. Дальше мы снова это повторим. Но я хочу вам сказать, что пока я с вами разговаривал, у нас Ларица поймала рыбу. Поздравим ее и отснимем. Давай. Я думаю, тунец может быть. Это ваху. Ай, ваху не хочу, а я не хочу. Почему? Ваху давай. Сашими хорошие. Ваху не хочу. Ваху вкусно. Я варежку крутил? Нет. Сашими хорошие. Ну, небольшой, видишь, не забирает. Давай. Давай, давай. Полутку. О, видишь, увидела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Частое явление, когда ловите рыбу и преследует акула. Особенно, если вы поднимаете много рыбы на борт. Но есть места, где просто невозможно ловить, потому что акулы преследуют. Но у нас сейчас только первый случай, поэтому нормально. Рыбачим. Рыбалка есть рыбалка, она тоже хочет есть, я имею в виду акул. Она чувствует рыбу, которая у вас на крючке, ну и атакует ее. Мы здесь остановились, начали снова с глубины 30 метров. Остановились, потому что на эхолоте мы увидели очень много рыбы и решили проловить это место. То есть мы снова идем в дрифте, идем по свалу, старт с 30 метров до 70 мы проходим, пытаемся ловить кастингом, джиггингом. Джиггинг сегодня более результативный. Лариса постоянно у нас вон ловит. Вот она, снова у нее было две поклевки. В данном случае джиггинг эффективнее. Ну, кастинг – редкие поклевки, но мы все-таки надеемся, что мы продолжим кастинг, потому как кастинг – самая интересная рыбалка. На джиггинг мы можем остановиться попозже и уже пойти по более сильным глубинам. Ну, вот сейчас даже на таких мелких глубинах, как бы там 50-60 метров, как бы мы заходим на этот свал, Лариса начинает ловить. Постоянные поклевки просто нон-стоп. Мы поменяли место, так как вода встала, сейчас фулл-тайп, то есть полная вода, и мы ушли, потому что активности на глубокой воде уже ее, как бы она спала. Ну, практически мы ближайшие полчаса, когда последние полчаса, мы ее не видели. И мы подходим сейчас ближе к рифу на другую рыбу. Будем пробовать ловить джи-ти, в первую очередь, Наполеона. Ну, вот в основном вот эти вот рыбы. Блюфина, вот. Ну, короче, по мелкой воде работать. Вот. И подошли совсем близко к рифу, начали с 5 метров. 5 метров будем двигаться где-то на 15-20. Вот так. Поменяли полностью тактику. Сейчас на глубине поменяли тактику проводки. Проводка очень быстрая для того, чтобы спровоцировать рыбу. Вот, первая рыба. Бабон! Бабон! Константин взял бабона с мелководья. Бабон – это группер. Причем этот группер очень вкусный. Мясо у нее напоминает мясо краба. Ловим поппер в слайдер. Слайдер – быстрая проводка для того, чтобы спровоцировать атаку. Ну, поппер – обычная проводка. Вот. Работаем по мели. Здесь сейчас уже глубина где-то 8 метров. Ждем поимки GT. И надеемся на Наполеона. Наполеона очень хотим. Дракула! Дракула! Сошел. И так сидит бабон. Мелкая глубина. Надо выдирать рыбу, чтобы не ушла в кораллы. GT. Небольшой GT. И так. Небольшой GT взят с 3 метров. Маленький, но любимый. Очень классная рыба. Хорошо атакует. Прекрасная атака. Ну и сильная. Отпускаем. Сидит. Баракуда. О, шаг, шаг, шаг. Давай, давай. Давай, давай. Ну что, поможем бедной баракуде? Окей, хорош. Держи. Держи. Опан, опан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прекрасная барракуда. Рыбу нельзя долго держать на солнце, поэтому сейчас мы ее отпустим. Взяла она с четырех метров. Все пока аккуратненько. Использовал вот эту приманку небольшую, это стик небольшой. Как раз доработает GT, барракуда, любая рыба. Обратите внимание, натуральная расцветка, цвет макрель. И здесь вот такие блестящие точки блеска. Ну, хорошо работает эта приманка. Не такая она тяжелая. Эта приманка весит 85 грамм и комфортно очень ей кидать. Я использую быструю проводку для того, чтобы спровоцировать агрессию. На мелководье пытаюсь приманку провести, чтобы она чертила. То есть не как обычный стик, когда вы его там мелкими движениями ведете по волнам. А именно, чтобы вот рыба чертила, ну, как летучая рыба. И вот как бы результат работает. Делаем заброс. Куточку вставляю в пояс и крючу достаточно быстро, чтобы приманка была постоянно над водой. Ну, не совсем сильно, чтобы она летела, а вот, ну, она постоянно находилась вот над водой. Как летучая рыбка. Я имитирую летучую рыбку и пытаюсь спровоцировать агрессию рыбы, ну, пока это работает. О, о, атака! Какая у нас там рыба, я думаю, GT. Да, небольшой GT. О, атака! О, атака! О, атака! О, атака! О, атака! О, атака! Маленькая GT, буквально, как я вам рассказал про тактику, два заброса, рыба сидит. Тактика работает. Ну, прекрасная рыба. Ну, как всегда, мы любим этих рыб, отпускаем. Все, до свидания. О, бараху, да! О, атака! Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, отлично, отлично! Отлично! Красивая рыба! Это небольшая рыба, но очень красивая атака, как она вылетела! Вот еще одна! Это рыбалка! О, хорошая, хорошая! Куда? А, джобфиш! Это джоб! Это второй дабл за первый день, две разных рыбы, такой вы уже видели! Мы поймали желтоперую туца и доктуза, сейчас мы поймали джобфиша и джи-ти! Отпускаем рыбу, все, аккуратненько! Ням-ням! Значит, сегодня у нас первый день на этом замечательном острове, я напомню его название, это остров Сёрф! После перелета и перелета уже местного на остров Фархуа и дороги сюда мы отдохнули, с новыми силами вышли утром в океан, начали ловить рыбу. И у нас, в принципе, все получилось, в принципе, все, что хотели, мы увидели, конечно, нельзя, возможно, невозможно увидеть все, но часть у нас получилась и получилась блестящая. Мы поймали тунцов, мы поймали селфиша, барракуду, несколько барракуд, несколько джи-ти, очень много поймали груперов, огромное количество разных. Мы заканчиваем рыбалку на этом прекрасном месте, а это была программа «Мировая рыбалка». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok